добренькая утречка ребятки сегодня у нас чудесный день вы знаете одела курточку такую и честно иду и мне жарко хотя погодка у нас как я не знаю тучки тучки не знаю как бы дождик не пошел парит просто парит вы знаете может немножко распогодится шла только что ребятки скупилась закупила все свои собаки консерв очки знаете мои хорошие пока сегодня не думаем никуда выезжать потому что собачка у нас очень больная мы вчера короче промерили температуру нее 41 была температура с тряпочками разными парацетамолом я уже вчера звонила своим медикам спрашивала что мне делать потому что ветеринарку поведешь они что сделают положит под капельницы конечно и опять же тут же самый парацетамол мы делали перецетамол на ночь наконец-то она заснула но я так понимаю за нечто на первые вот такие тревожные дни нужно будет наблюдать так что пока мы никуда не собираемся выезжать пока она не стабилизируется очень взяла вот такие вот паштеты ей с куриные взяла тоже навар куриный потому что мы делали с курицей а сейчас чтоб чередовать и вот здесь у нас индюшатина вернее ну что-то в этом плане да тоже консервы единственное что она кушает это вот это ей нравится она привыкла к ней мы их провариваем тоже курятина попробуем будет она его кушать или нет давай кушай санцы давай зайка кушай мое девочка попробуй вильчик покушать он сделали куриный навар с курочкой но ничего не хочет есть ее бедный так проколбасила вчера с температурой давай кушай давай попробуй не поверите пришла домой а воды нет сидим ждем ставьте такая тишина вот именно у нас здесь за балконами не одна стиралочка не включена даже спрашивать не надо сколько это будет задерживаться прикиньте а сидим прикиньте час дня а мы не знаем что делать у меня кучу планов готовить все я не знаю когда ее включить наверняка какая-то авария сто пудов ну ничего скоро включить наконец-то появилась водичка девчоночки а мы сегодня будем готовить смотрите что панская фиде уа фиде уа это обозначает что-то такое как поэй я только сделано с вермишелькой девочки до такой степени вкусно сделайте своему мужчине посмотрите быстро вкусно и по-испански что нам нужно будет лучок чесночок перчик и помидорчик ну примерно вот так вот это я буду делать на два человека ну девочки вы в курсе да у меня уже приготовленные смотрите альмеха и креветка чищеная взяла это это для украшения у меня будет и будет наши миссии он чеки девочки головки я поставила уже здесь отвариваться для навар чека но если у вас консуме и консуме это обозначает именно навар какой-то с морепродуктов то будет вообще чудесно ли рыбный это будет класс значит так я буду делать вот такой вот домашний пайли пайлата испанская кастрюля специально для поэй и для фиде уа оливковая чудесная гляньте масличка наша сандалюсии верхи экстра лива первым что я буду делать девчонки смотрите обжаривать наши креветочки именно так знаете чтобы они пустили сачок свой и оставили запашок испанских рецептах перед тем как что-то начинать всегда обжаривается это морепродукт буквально минутки чтобы она пустила свой сачок и потом забираем и убираем его на тарелочку говоря когда есть уши какой-то там допустим я не знаю по или где-то я их не люблю они потом попадаются и очень неприятно то есть я просто взяла и смотрите до шкурочки оставила и все девочки убираем они немножко поджарились вот такая запах как он сюда добавляем чесночок чуточку его так пропускаем ой 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 чтоб он именно под не даже не подрумянился и сразу бросаем лук я бросаю сразу тоже и перчик все вместе девочки каждый рецепт делают по-разному еще раз напоминаю потому что у меня есть любителей куча покритиковать в любой провинции испании делают все по-разному и тысячи этих рецептов сейчас чуть чуточку чтобы она прихватила ой как пахнет оливковым маслечками креветочками и для фидеуа я буду брать вот такие вот макарошки давно ты не макарошки а спаде даже не спагетти вермишель крупная но четверочка где-то вот так вот у нас в испании на четверка а теперь смотрите добавляем наши помидорчики и проще рецепта вы не найдете и вкуснее даже когда гости приходят вообще идеальненько а теперь наши головочки видели нам взбиваем самый лучший навар как говорится и вкус для вашей поели или допустим фидеуа отсыдили именно сейчас если у вас есть дома хивия или кальмары чем-нибудь вот именно после помидоров бросайте туда чтоб она обжарилась или даже кусочки рыбы ну желатин не статью теперь я добавила смотрите четыре маленькие жменички девчоночки это два человека и поджариваем их многие жарят многие нету каждого рецепт по-своему и в любом ресторане в любом баре но принципе у нас в андельсии если вы увидите когда будете кушать фидеуа на заказ в ресторанах это спагетти руки как они вермишелька она может даже быть немного поджаренная даже такая сгоревшая чуть-чуточку на кончиках это нормально так и должно быть вот видели да хрустящая шуб была это свой настоящий вид как он должен быть добавляем копченой паприки ну я не знаю наверно ложечку где-то так маленькую чайную ложку обязательно а сафран девочки это где будет цвет контраст добавила даже немножко кури и на огонечек теперь добавляем наш наварчик девочки можете его честно говоря и купить на эти макарошки и спагетти как вы называете получается если один стакан получается вермишельки у нас то два стакана жидкости ну вот навар я думаю один стакан я налила и теперь еще нужно будет долить воды с водичкой будьте очень осторожны потому что она не должна быть очень жидкой обязательно посолить добавляю еще один стаканчик не больше не переборщите когда закипает добавляйте ракушечки которые у вас есть вот эти ракушки я бросаю раньше потому что они очень сочные для навара а махи и он и я брошу в конце а здесь мы сейчас будем делать вашими юнчики нам на закуску или на раскуску спрашивали как я и готовлю смотрите пустая сковородка ничего больше вот чуть-чуточку водички накрываем крышечкой и все девчонки ждем пока они откроются и не открывайте потому что когда будет пенка это самое главное когда не должны все открыться и что я забыла добавить немножко комину сейчас я вам покажу вот он тоже очень вкусный дает привкус нашей креветочки посмотрите как уже начинает аппетитненько смотреться правда представьте сегодня буду кушать это на моем бумбанке девчонки заходите обязательно подписывайтесь на мои бумбанки кому нравится вот аппетитная такая еда девчоночки кто может не знает если вы всегда готовите что-то но допустим определенное блюдо где есть ракушки мехи и он и сальмейхаз любые ракушки будьте очень внимательны этому и вам совет потому что если вы нашли какую-то ракушку которая не открывается выбрасывайте и и сразу чтобы не отравиться это очень важно когда мы готовим это блюдо смотрите видели да здесь уже не хватает водички лучше потом добавить потихоньку это я уже добавила два с половиной стакана чем добавлять все сразу а уже прошло минут десять так ну я думаю где-то так в самом конце мы ложим наши ракушечки мехи он чеки вот таким вот способом точно так же как рис девчонки точно так же если не открывается мы не знаем какие они правильно не рискуйте и обязательно их выбрасывайте потому что все может быть мы покупаем вроде бы они закрыты и вроде бы ну сами понимаете всяко бывает ну всяко бывает смотрите какая красота у нас получилось а вы только гляньте как аппетитненько у нас уже наклевывается все а здесь уже смотрите видели дам я не открываю их уже когда такой пиночка видели на этот их сок и я думаю что они уже наверняка все готовы а ну-ка вуаля буквально я не знаю минутки девчонки и все больше ничего не надо девочки девочки готова гляньте что нам не хватало вот видели какая красота и аппетитно но я вам скажу правду смотрите вот три у меня не открылись не берите выбрасывайте вот смотрите какое аппетитное блюдо девочки у нас получилось и засекайте сколько там водички она не должно быть кашей как вермишель поняли жидкой потому что это вермишель к именно потом берется все он для вашей семьи для гостей просто слюнки обливают правда а я надеюсь гляньте вся мокрая жарко заработала ваш лайк или как девочки потом напишите мне как у вас получилось кстати насчет по мемории продуктов можете играться добавлять любые какие у вас есть есть море продуктов добавьте рыбку это тоже будет очень вкусно но только без косточки девчоночки ну и что я пошла на мой бум-банк и сейчас будем уплетать это все какая вкусняшка девчонки а приходите покушаем вместе тебе наказано а а лимончик лимончик мамчик держить c вам наказание витаминки ой все все и поехали ребятки ну что шторочку я доделала смотрите все установила все прекрасно работает вы гляньте мои цветочки сейчас я вам покажу как видите напротив меня ровно тот же самый этот самый вот окно и получается летом на такой степени жара вот эти вот цветочки когда ветер будет сдувать вот они могут туда попасть или просто ветра и не забьет и конечно же вот этот вид наш шикарный понимаете да им захочется летом поднять персиану они видят меня я вижу их ну сейчас я вам что-то покажу что я придумала это у меня персиана висела вот так а теперь наоборот и ее поднимаю у меня здесь все остается ну как-то так не очень так мне нравится а вот эта персианка старая которая в испании можно идти на мусорке на любом на любой мусорке вы поняли да которая просто подвешивается за вот такие вот петли здесь обыкновенная старая вот смотрите я ее разделила пополам ножичком тактика тика 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 сейчас будет вас новая поделка теперь смотрите что я буду делать нагреваю газ вложу это вот сюда и смотри обрезаю кусочек ножичком вот так вот а другую вырезаю и конечно же где я ножик нагреваю вот здесь девочки вообще не тяжело и вот смотрите какая красоте не у нас получилось ребятки гляньте помыла только единственно не знаю почему я тебе хочется его покрасить в белый цвет чтобы у нас было больше цвета потому что это притягивает какой-то бежевый страшный правда но вы гляньте как оригинально получилось а теперь получается вот смотрите если сесть правда да я могу свободно открывать окно и меня никто не видит чудесненько и летом будет то что надо вентиляция еще ребятки ой солнце бьет прямо в лицо можно знаете как сделать одно оставить бежевую одну белую ну короче я этим займусь следующий раз потому что устала надо идти кушать и делать вам вам банк ну что мои дорогие мои ставьте лайки если вам понравились мои идейки